Библейский портал экзегет.ру представляет Здравствуйте! Это видео для библейского портала экзегет.ру. Мы продолжим разговор о книге Исхода и обратимся к 21 главе. По сравнению с предыдущими главами, 21 и следующие довольно много глав представляет собой для современного читателя довольно трудное чтение. Довольно трудное, потому что очень и очень многое в этих главах, 21 в том числе, практически никак не соотносится с известными нам реалиями жизни. Поэтому воспринимается как нечто довольно абстрактное и тяжело нам через эти тексты продираться и выискивать какой бы то ни было смысл, который мог бы быть для нас поучительным. Это важная очень вещь, потому что мы часто исходим из предположения, что как бы ни был тяжел и непонятен и вообще непонятно о чем текст, тем не менее что-то там непременно для нас важное и поучительное есть. А это, строго говоря, не совсем так. Еще одно важное предварительное замечание вот какое. Исследователи Священного Писания, особенно вот те, кто обращают внимание на закон, на вот эту часть книги Исхода, на другие книги Пятикнижия, конечно же, с неизбежностью обращают внимание на то, что данные здесь Богом Израилю законы весьма и весьма напоминают законодательства других народов или государств, которые существовали в том же регионе примерно в ту же эпоху или раньше. Ну, чаще всего, конечно, сравнивают синайское законодательство с так называемыми законами Хамурапи. Это вавилонский царь, который царствовал в Междуречье, ну, на достаточно ограниченной территории, но зато от него остался свод законов, законы Хамурапи, высеченные на такой черной базальтовой стеле, которая сейчас находится в Лувре. Это один из древнейших примеров систематизированного законодательства древности. Законы Хамурапи древнее Исхода, я имею в виду древнее событие Исхода, уж по отношению к книге Исхода тем более. И эти законы, в общем, да, представляют собой такую попытку систематизировать правила, которые освещены властью царя Хамурапи. И там многое похоже на то, что мы обнаруживаем, вот, скажем, в той же 21 главе. Хотя, конечно, в установлениях и обнаруживаются те или иные различия, но очень многое похоже. По-видимому, это действительно так. И вопрос, собственно, заключается скорее в том, что из этого следует для нашего читателя, для нас с вами. Ну вот, обычно предполагают, что авторы, которые записывали Моисееву традицию, воспользовались законами Хамурапи или, может быть, еще какими-то сводами законов из того же региона, той же эпохи. Законы Хамурапи не обязательно были единственным примером систематизированного законодательства. Так вот, воспользовались для того, чтобы что? Для того, чтобы, скажем, сформулировать те или иные правила и законы, освященные авторитетом Бога и Моисея. Ну что ж, может быть, суть дела от этого не меняется. Более скептически настроенные исследователи обычно говорят, что, собственно, Синайское законодательство, за исключением десяти заповедей, однако же, Синайское законодательство было буквально скалькировано с законов Хамурапи. Ну и произошло это, скорее всего, уже позже обсуждаемых событий. Тут дело в том, что когда Израиль путешествовал по Синайской пустыне, так это происходило в пустыне, и контактов с окрестными народами, тем более контактов с тем, что осталось после царства Хамурапи, скорее всего, не было. И если, как можно полагать, в самой пустыне вроде и неоткуда было взяться образчику Хамурапиева законодательства, то, стало быть, это произошло значительно позже, не связано с Моисеем и несет на себя отпечаток совсем другой позднейшей эпохи. Ну, вероятно, например, эпохи судьей, а может быть, даже и первых царей. Ну, в общем, такая попытка усомниться в божественном авторитете этого законодательства, в конце концов, делается для того, чтобы усомниться в реальности завета, к которому это законодательство, конечно, относится с одной стороны, а с другой стороны, может быть, и в самом деле, как некоторая косвенная и позднейшая часть. Кроме того, еще нужно заметить, что значительная часть того законодательства, которое мы наблюдаем в 21 и последующих главах, говорит о таких реалиях, о таких вещах, которые едва ли были актуальны в пустыне. Наряду с тем, что есть, конечно, законы, которые, наоборот, вне пустыни Синайской потеряли актуальность, есть и такие вещи, которые скорее все же имеют более позднее происхождение. Таким образом, с некоторой вероятностью мы можем предполагать, что история развития этого законодательства была достаточно сложной. То есть практически единогласно исследователи относят к аутентичному Моисееву преданию собственно 10 заповедей. В том, что они переданы Богом Моисею и, скорее всего, на горе Синай практически всерьез никто не сомневается. Ну и в самом деле, что тут, собственно, сомневаться? Помимо всего прочего, заметим, что 10 заповедей как раз мало похожи на законодательство сопредельных стран, особенно, конечно, в первой своей части, поэтому довольно безосновательно было бы предполагать, что 10 заповедей так или иначе заимствованы. Хотя в них есть тоже, вот особенно во второй части, какие-то мысли, какие-то принципы, которые вообще можно считать общечеловеческими, как, например, запрет убийства. Это отнюдь не уникальная для 10 заповедей идея. Конечно же, она встречается и практически в любых других законодательствах и традициях. Примерно так же дело обстоит с воровством, прелюбодеянием, да и враньем тоже. Одним словом, 10 заповедей, еще раз повторю, возникают чрезвычайно рано и, скорее всего, действительно являются основным центральным компонентом предания, который исходит от Моисея. Даны эти заповеди в пустыне и дальше хранятся и передаются в ряду поколений. Теперь по мере жизни в пустыне складываются еще другие остальные, так сказать, заповеди, которые формируют второй слой синайского законодательства. Если 10 заповедей – это такой ядро и центр, то вокруг него формируется второй слой, более древний, чем другие, и, может быть, даже современные 10 заповедям – слой правил и законов. Мы можем думать, что после дарования 10 заповедей и скрижалей через какое-то достаточно короткое время Господь обращается к Моисею и говорит «Запиши вот это еще для того, чтобы как-то урегулировать то, что здесь у вас происходит». Возможен также и другой вполне реалистичный вариант, по мнению, опять же, толкователей и следователей, что жизнь ставит некоторые вопросы, которые Моисей в молитве обращает к Богу и получает от него в той или иной форме, нам не очень ясный, ответ в виде вот тех правил, к которым мы с вами через минуту обратимся, и, соответственно, тоже фиксирует и записывает эти законы. Наконец, в последующие времена также возникают такие же коллизии, которые требуют урегулирования на основании божественного авторитета. И судьями, харизматическими лидерами или богом помазанными царями устанавливаются некие правила, которые тоже считаются исходящими непосредственно от Бога через Моисея, хотя они и не являются таковыми по факту. Эти правила, как часть Моисеева предания или как нечто вообще отдельное, фиксируются, хранятся, записываются, как мы уже с вами говорили в начале разговора о книге исхода. В конечном итоге некоторый относительно систематический компендиум этих правил появляется во времена царя Иосии, ориентировочно около 625 года до Рождества Христова в виде книги «Второзаконие». И, наконец, в плену все это компилируется в некоторое единое целое. Таким образом, вот этот поток законодательства, который рождается с десяти заповедей как источника и постепенно охватывает все более модернизирующуюся и распространяющуюся, усложняющуюся жизнь общества Израилева, вот он в конце концов окончательно оформляется в конце плена, в начале-послепленной эпохи. Для читателя это важно понимать, помимо всего прочего, еще и потому, что у нас регулярно возникают вопросы о том, о какое отношение все имеет это к нашей жизни. Дело не столько в том, в большей или меньшей степени мы уверены в божественном происхождении этих правил, сколько в том, должны ли мы тратить усилия, чтобы с максимальным усердием попытаться эти правила применить, потому что в конце концов закона Синайского никто не отменял для нас, и он никуда не девается. На самом деле, наверное, еще тоже важно для читателя постараться попытаться хотя бы проникнуть в суть закона как откровение. Дело в том, что он ведь, конечно, при своем создании закон призван скорее от регулировательные аспекты бытовой, практической жизни народа божьего, но за смыслом, сутью тех законов, которые мы здесь с вами видим, все-таки для нас может отчасти хотя бы приоткрыться лик самого законодателя. Закон – это тоже форма некоторого откровения о Боге, которое действительно здесь имеет смысл пытаться рассмотреть. Ну, если обратиться все же к тексту самой 21 главы, она начинается некоторыми правилами, касающимися взаимоотношений с рабами. Ну, опять-таки, исследователи нередко сомневаются в том, в самом ли деле в пустыне у вышедших из Египта израильтян были рабы. Скорее, все же, конечно, нет чем да. Израильтяне, вышедшие из Египта, сами называют себя рабами фараона. Это не значит, что у каких-то выдающихся, более богатых, более благополучных из них не могло совсем быть рабов, но все же это некоторая довольно условная зависимость. Здесь не было таких принципов, как в феодальном обществе. Поэтому, насколько для пустыни эти законы о рабстве были актуальны, большой-большой вопрос. Для более поздней эпохи, после того, как народ божий выдворился в Ханаане, да, конечно, они стали актуальны. Теперь не менее безответный вопрос, это, конечно, вопрос о том, с чего бы вдруг законодательства начинаются именно с этой темы. И это совершенно необъяснимо. Совершенно необъяснимо ничем, кроме вероятности того, что позднейшие компиляторы не нашли другого, более подходящего места, куда следовало бы включить эту часть. Ну, хорошо, допустим, все это так. Тем не менее, в чем же состоят правила, законы о рабстве, которые здесь предлагаются читателю, как исходящие из уст божьих, со всеми сделанными нами оговорками. Тем не менее, вот смотрите, во-первых, необходимо обратить внимание на то, что согласно этим законам рабство не является абсолютным и вечным. И это в известном смысле должно считаться новшеством. Хотя другие законодательства древнего мира различают, скажем, долговую кабалу и рабство по рождению. В каких-то случаях оно есть, в каких-то нет. И действительно, нередко, скажем, люди, попавшие в рабство за долги, в результате своего труда, так сказать, компенсировавшие нанесенный убыток, могли получить свободу. Ну, отчасти, наверное, так, как выкупали себе свободу крепостные в позапрошлом веке в нашей стране. Один момент. Другой важный момент вот какой. Здесь речь идет не только о долговом рабстве, но и о рабстве любых других форм и видов. И обо всех них говорится, что оно должно продолжаться шесть лет, а в седьмой год пусть выйдет на волю даром. Ну, то есть, вообще говоря, конечно, закон в данном случае предполагает, что раб, попавший в рабство тем или иными путями, может выкупить себе свободу по договоренности с хозяином. достаточно обычная вещь. Здесь нету такого, знаете, как, опять же, крепостные или темнокожие рабы где-нибудь в новом свете. но пребывание в рабстве здесь ограничено не компенсацией ущерба, не выплатой долга, за который раб попал в кабалу, а временем. Временем. Вот седьмая часть времени, седьмой день в неделе, седьмой день в, простите, седьмой год в календарном цикле, и еще потом мы увидим семижды, седьмой, сорок девятый юбилейный год, вот это ограничения, которые накладываются на рабство по времени. и здесь не обсуждается тема. Стал человек рабом по той причине, по другой причине, выплатил он ущерб, который нанес, или долг, который не смог отдать своему хозяину это. Неважно, время вышло, это достаточно новая идея. Теперь, ну, еще, наверное, необходимо сказать, что, на самом деле, конечно, закон не рассуждает о рабстве как о естественном состоянии. Здесь нет таких разговоров, что, там, не знаю, азиаты, как в Римской империи, непременно рабы или прирожденные рабы, жители тех или иных еще мест в той же Римской империи, да и в новое время тоже те или иные категории, группы, часто этнические, называют или считают прирожденными рабами. Нет, это состояние не вполне нормальное, очень и очень условное и в целом закон Синайский ну или тот, который называют Синайским требует весьма бережного отношения к рабам. Он весь направлен на то, чтобы подчеркнуть, что рабы тоже люди, тоже люди, что далеко не всегда очевидно для рабовладельцев. Ну, понятно, что люди, пребывающие в рабском состоянии, испытывают известные психологические деформации, чаще всего остаются там, ну, грубо скажем, темными и малокультурными. Это все может быть и так, но это не делает их людьми второго сорта. И законы, с одной стороны, определяющие власть хозяев над рабами, еще эту власть и ограничивают, имея в виду, имплицитно предполагая, что в отличие от хозяев Бог считает рабов такими же людьми. Стало быть, вот начинается разговор с того, что шесть лет пусть работает тебе, в седьмой год выйдет на волю даром. Выйдет на волю даром. Ну, конечно, хозяева там всячески пытались обойти это правило, избежать что-нибудь такое придумать, но закон в этом смысле совершенно определенный. Больше того, здесь говорится о том, что если он пришел один, пусть один и выйдет, а если он женат, и пусть выйдет с ним и жена его. Если господин дал ему жену, то тогда он тоже выходит на свободу один, а жена и дети останутся у господина. Вот он как вошел в это состояние, так и в таком виде из него и вышел. но дальше вот какая тема возникает. Закон говорит о случае, когда раб не хочет уходить от господина на свободу. И для читателя позднейших времен, особенно для современного, это несколько странная ситуация. при том, что мы сами часто живем как рабы и отрекаемся от свободы и от ответственности за свою жизнь и мечтаем о возвращении в рабское состояние на самом деле по поступкам нашим. Но тем не менее мы приучены в том числе культурной традиции особенно 20 века считать, что рабство это плохо, это действительно отвратительно, не о чем говорить, и удивляться тому, как же это можно не хотеть на свободу. На самом деле самые разные культурные, идейные течения 20 века от большевиков до либералов глобальных, я не имею ввиду только нашу страну, вот изумляются тому, что все как один из детьми не поднимаются на борьбу за избавление от рабского состояния и даже нередко опять-таки что левые, что правые, любые радикалы обижаются на свои народы что они такие костные, не восстают, там прочее, прочее. Я думаю, что все мы так или иначе с таким отношением сталкивались. А вот оказывается, что для древности, той древности, когда формируется традиция Моисеева законодательства, его второй, или, может быть, даже третий слой рабства, это скорее все же социальные взаимоотношения, которые меньше похожи на крепостничество или североамериканское рабство 19 века, а больше похоже на то, что мы сегодня называем трудовым договором. Договор кабальный, несправедливый, для рабов чаще всего унизительный и чаще всего подразумеваемый, а не сформулированный в явном виде. Но все-таки, понимаете, например, отличие раба от свободного или раба от его хозяина не только в том, что хозяин может поехать в отпуск к теплому морю в любое время, а раб только когда ему хозяин разрешит. Нет, отличие в том, что хозяин платит налоги, а раб нет, за него это делает господин. В свободе своих социальных взаимоотношений, конечно, тоже есть различия. Господин волен выбирать себе жену или своему сыну жену. Раб не вправе это делать, но господин может ему жену дать и может рабыню дать в качестве жены сына своего. Это вот стихи седьмого по одиннадцатой о девушках, которых продают в рабыни, а по факту они оказываются женами сыновей хозяев. Это тоже не то, что какие-нибудь, знаете, древние римляне с большим опломбом и высокомерием обсуждали, что кто-то в роду чьем-то, ну, как у Катона, например, да, небезызвестного такого малосимпатичного персонажа древнеримской истории, да, вот у него там где-то в предках за два-три поколения до него его дед, кажется, там, женился на дочери вольноотпущенника и стал быть вот он потомок рабыни. Это считается как некоторое генетическое повреждение, которое уродует ум и душ у человека через несколько поколений. Нет, здесь совсем не так, здесь совсем не так, и то, что там девушка продали в рабство не подразумевает, что ее потомство все будет сплошь лживыми, вороватыми и тупыми рабами, наоборот, наоборот, она приобретает возможность стать женой у хозяина, у сына, хозяина, а если этого не происходит, так хозяин приобретает обязательство перед такой девушкой. То есть, обратите внимание, это другие взаимоотношения, не в такой степени унижающие человеческое достоинство, хотя, наверное, все равно унижающие, хотя, наверное, то, что ответственность за выживание, за прокормление одежды рабов несет хозяин, а не столько сами рабы. Все это, конечно, так, но вот закон не дает возможности впасть в какое-то такое совсем человеконенавистническое отношение к рабам. То есть, хозяин по этому закону не должен и не может не имеет права превращаться в султычиху. Теперь, вот поэтому здесь обсуждается вопрос о том, что будет, если господин, если, простите, раб не хочет разрывать этих отношений. Там, вот он говорит, люблю господина моего, жену и детей, которые должны оставаться в рабстве, не пойду на волю. Ну, и там неким образом при помощи некоторого обряда хозяин может сделать его рабом навеки, то есть, рабом, за которого хозяин несет ответственность и чью жизнь он так или иначе организует. Это довольно важно на самом деле для современного читателя тоже. мы мы в общем не всегда, мягко скажем, готовы видеть людей, людей, считать за людей, тех, кто находится в неких менее благополучных социальных обстоятельствах. Это очень часто встречается, когда, ну, знаете, там люди, у которых была заначка на черный день, и они могли от некоего бедствия быстро смыться, уехать в теплые страны, с презрением смотрят на тех людей, кто не имел такой возможности, у них не было на что купить билеты, они остались, да, и считают их там рабами, или, скажем, когда люди относятся точно так же к тем народам, которые живут в условиях примитивной культуры, подвергаются какому-нибудь колониальному угнетению и не способны, как думают, как говорят часто люди, существовать в более или менее свободной форме. Все это имеет место в нашей жизни, вот такое взаимное рассматривание друг друга в обратную сторону бинокля, сильно свысока, но на самом деле для закона это, для закона божьего, это вполне себе чуждая позиция. Теперь следующая часть, следующий раздел закона это разговор о разных формах умышленного или непредумышленного убийства. Убийство вообще запрещено десятью заповедями и, соответственно, происходить не должно. Но в жизни всякое бывает. Жизнь, к сожалению, далеко не всегда соответствует идеалу, соответствует даже не идеалу, а нормативу. мы живем в мире весьма поврежденном, несовершенном, далеко не все в нем происходит вот так, как должно происходить. Законы, касающиеся убийства, здесь смотрите, о чем говорят. Во-первых, кто ударит человека так, что он умрет, да будет предан смерти. убийства это преступление перед Богом, не только перед человеком, которого убили, перед Богом, и поэтому относятся к разряду религиозных преступлений, и, соответственно, в среднестатистическом случае караются смертью. Древнее законодательство глубоко чуждо идее отказаться от смертной казни. Древнее, Синайское, Моисеево законодательство, речь идет именно о Ветхом Завете. Мысль о том, что никто не имеет власти над чужой жизнью, вытекающей из Моего Завета, вообще говоря, все-таки начинает выкристаллизовываться скорее в Новом Завете. Мысль о том, что казнью преступника ничто не исправляется, эта мысль вообще возникает только в самые новейшие времена, когда люди задумываются над устройством подобного рода законодательных систем. Здесь все довольно просто. Жизнь против жизни. Мы с вами, между прочим, видели это почти в аналогичной форме, когда речь шла о жизнях скота израильского, который тоже защищается от разных бедствий, как и израильтяне, в отличие от египетского скота, который тоже выходит, он тоже все время учитывается. Вот, живые существа, каждый из них обладает некоторой вещью, которая свойства, которое называется жизнь, чаще даже это называют душа живая или дыхание жизни, и они все примерно равноценны до такой степени, что жизнь скота и жизнь человека могут заменять друг друга, и скот может быть принесен Богу в жертву вместо человека, как дар Богу своей жизни, но вот через эту самую жизнь скота. В законах об убийстве в общем превалирует именно эта идея равноценности. Если ты дерзнул и преступно и греховно забрал чужую жизнь, ты можешь возместить это, только отдав свою, вот поэтому здесь говорится о том, что кто ударит человека так, что он умрет, да будет предан смерти. Однако, как и в других законодательствах того времени, скажем, того же Хамурапи, если кто не зло умышлял, то вот пусть убийца убежит в некое убежище. Заметьте, здесь сформулировано вот как если кто не зло умышлял, а Бог попустил ему попасть под руки его. То есть предполагается, что вот это вот непреднамеренное убийство происходит потому, что Бог отвлекся, телевизор смотрел, прости Господи, значит, и не углядел, что кто-то там попадается под горячую руку, или вот он на электросамокате выехал на МКАД, а Бог его не остановил, Бог попустил. Вот насколько буквально следует понимать эти слова, так совсем не буквально. Да, возможно, автор и предполагает какую-то такую абсурдную картину, но на самом деле речь идет о событии, в котором нет ничьей специальной воли, ну, вот это называют Бог попустил, какие-то случайные процессы. Древние люди считают, что в мире такие случайности, конечно же, есть, а с другой стороны, они считают, что ничто не происходит без воли Бога. И даже волос головы вашей не упадет без воли Отца Моего Небесного, говорит Господь. Вот как совместить эти вещи? Да, есть что-то необъяснимое, вот природные катастрофы или непреднамеренные убийства. Ну, вот, говорят в таких случаях, в том числе и здесь, Бог попустил ему попасть под руки его. Это формулировка, за которую скрывается мысль о необъяснимости причин. А заметьте еще одну очень важную штуку. Современные люди в подобных случаях, когда что-то происходит, вот непонятно почему. как-то башня, которая упала на, башня Силаамская, упала на 18 Галилеен. Господь говорит, вы что думаете, что они были грешнее всех Галилеен? И слушатели-то его в себе думают, да, конечно, люди часто уверены, что вот по случайности произошло что-то трагичное с человеком, и что это не по случайности, а он сам виноват за какие-то его провинности ему прилетело. Так думают часто современные люди, по крайней мере здесь, где мы с вами живем, а закон Божий думает по-другому. Закон Божий полагает, что вот есть нечто, что мы не можем объяснить, где мы не можем найти причин следственную связь, поэтому называют это вот Бог попустил как-то, мы отказываемся это объяснять, мы не говорим, что там это он согрешил или родители его, вот Бог попустил, мы не знаем, почему, да, как в том случае со слепорожденным, Господь когда говорит ученикам, что не в том надо разбираться, почему и как и кто согрешил, а в том, что мы можем сделать данной ситуации, вот Бог попустил, очень такая формулировка важная, над ней следует задумываться, и если задумываться, то она в общем немножко так может пообтесать наши довольно нелепые магические представления. теперь еще еще одна чрезвычайно тоже важная мысль, вполне себе распространенная в древнем мире, это идея божественного убежища, ну, то есть убежище, место, которое установлено Богом, и в котором невозможно немедленное расправа, речь идет о том, что это общество, и тогда в эпоху исхода и позже, где в общем, если не принципы, то ощущения эмоции кровной мести немедленной вполне себе общеприняты, и принцип око за око, зуб за зуб, убил, значит, мы тебя убьем, вот эта вся клановая вражда и все прочее, кое-где у нас порой это и в современном обществе встречается, но, как бы, в наше время очевидно, что это архаизм четырехтысячелетней давности, а тогда это никаким архаизмом не было, а было явлением вполне распространенным. И во многих-многих культурах, как мы видим в Израиле в том числе, устанавливаются освященные и защищенные божественным авторитетом места, куда человек, совершивший непреднамеренное убийство, может спрятаться и где его нельзя взять, куда не могут ворваться разъяренные родственники жертвы и покарать виновного с их точки зрения, линчевать его, собственно говоря, там с судопроизводством большие проблемы, насколько оно более-менее организовано, большой вопрос. Значит, вот эта самая месть, то, что сегодня мы называем самосудом, тогда была штукой достаточно распространенной. Ну и вот Господь говорит о том, что я назначу у тебя место, куда убежать убийцу, для того, чтобы он мог потребовать разбирательства суда и быть, скажем, оправданным, потому что всякое древневосточное законодательство за непредумышленные убийства в общем карает, конечно, штрафом, штрафом, пусть очень крупным, но все же штрафом, а не казнью. В исторических хрониках и даже в некоторых пророческих книгах мы обнаруживаем, что убежища существует достаточно продолжительное время и, собственно говоря, практически все в Израиле являются такими святилищами бога Израилева. Вплоть до самого времени централизации культа при все том же царе Иосии перед пленом вот эти самые убежища существуют. Дальше закон говорит о том, что тот, кто намеренно убивает ближнего, для него этот принцип убежища спрятаться под крыльями божества до разбирательства, этот принцип не работает. и поэтому вот если кто с намерением умертвит ближнего коварно и приближит к жертвеннику, то и от жертвенника моего бери его на смерть. Преднамеренное убийство это преступление, при котором Бог не соглашается защищать виновного, которое непременно должно быть оплачено смертью убийцы. Со всеми оговорками, которые мы с вами выше сделали, да, это там ничего не исправляет, но если ты поднимаешь руку, посягаешь на чужую жизнь, ты можешь это преступление скомпенсировать только своей собственной. Важно, что вот закон обращает внимание на намерение, не только на сами факты, не только на сам поступок, но и на то, каковы намерения. Христианские толкователи, заметьте, нередко, особенно говоря о Новом Завете, говорят о том, что, дескать, Ветхий Завет регулирует поступки, а Новый Завет помыслы и намерения, а нет. Для Ветхого Завета важно, что у человека в сердце, имеет он злой умысел или не имеет. Вот это ярчайшее тому свидетельство. Кроме того, здесь также в этом же разделе связанные с темой убийства преступления, в частности, похищения и порабощения. Кто украдет человека и продаст его, того должно предать смерти. Некоторые варианты того же текста включают в себя подразумеваемое в других уточнение, кто украдет человека из сынов Израилевых. Соответственно, предполагается, что более снисходительно следует относиться к подобным же преступлениям против чужих народов. Но для своего единоплеменника это абсолютно невозможно похитить и поработить. Это преступление такой же отъем чужой жизни, который не может быть неправомерным. И если это происходит, это карается смертью так же, как убийство. И, наконец, еще вот здесь же о том, что кто ударит отца или мать, кто злословит отца или мать, всех должны предать смерти. Потому что отец и мать те, через кого Бог дал тебе жизнь. И это опять-таки, как сказал бы современный мыслитель, не отсутствие благоговения перед жизнью. Жизнь дар Божий, он святыня, он святыня, и ты ни при каких обстоятельствах не имеешь права ни посягать на эту жизнь, ни унижать эту святыню. Поэтому здесь фигурируют вот отец и мать, которых нельзя ни ударить, ни даже злословить. Благоговение перед чужой жизнью. вот на самом деле, если хотите, основополагающая идея, стоящая за законами против убийства, это то, что мы можем отсюда заключить о Господе Боге нашем. Он считает жизнь очень важной святыней. Для нас, по крайней мере, это должно быть святыней. Это то, власть над чем принадлежит Богу и только Богу, и человек ни при каких обстоятельствах не может на нее посягать. Ну, да, древние времена здесь не видят противоречия в этой идее с обычаем смертной казни, но, тем не менее, сама базовая идея, которой постепенно приучаются люди жизнь святыня, жизнь святыня. Продолжается эта часть разговора законами о разнообразных телесных повреждениях, в которых мы видим довольно такое буйное хаотическое общество, конечно, в котором с охраной правопорядка все плохо. ну, да, это пустыня, это тысячи, десятки тысяч бывших рабов, там, у них социальные отношения еще очень-очень подвижные, легкоплавкие такие, поэтому здесь много говорится о драках, которые вспыхивают, которые возникают, но современное общество по-другому смотрит на эти вопросы. Оно считает, что драк просто не должно быть. Драка как факт карается большей частью современного законодательства по всему лицу Земли. Однако это современная особенность, это для нас уже когда это возникает в детском саду, уже тогда это и начинает пресекаться. И если там какие-то безобидные драки трехлеток уже вызывают у нас некоторое неприятие, то чем дальше, тем, соответственно, больше это станется. Не приемлемо мы прямо запрещенным. И всяческое мордобое рукоприкладство даже в бытовых формах все-таки не только в 21-м, но, пожалуй, и в 20-м веке считается вещью совершенно недопустимой, вполне справедливой. но в древности это не так. Древний социум в общем не очень может это отрегулировать. Он не может это немедленно пресечь. Там нет ни воспитательницы детского сада, ни патрульно-постовой службы. поэтому ну вот да, здесь не идет речь о том, что нельзя драться друг с другом. Здесь идет речь о том, что будет, если возникают, происходят при этом телесные повреждения. если один ударит другого и тот не умрет, но сляжет в постель, то если там встанет и будет потом ходить с костылем, с палкой, ударивший не будет повинен смерти, но заплатит за остановку в его работе и даст налетение его. Здесь не просто предлагается компенсация ущерба, тем более, что ну а как посчитать эту компенсацию ущерба закон говорит очень определенно. Заплатит за остановку работы, то есть то, что заработал бы человек за это время, и заплатит за лечение. Не вполне понятно, могло ли подобное реализовываться в пустыне, ну может быть там и по-другому как-то было, а потом сформулировался вот этот принцип. Значит речь идет о том, что повреждения, которые не приводят к смерти человека, это то, что требует компенсации, но не требует компенсации смертью. Ну и далее, конечно же, речь естественна, как и, скажем, в законах Хамурапи, заходит о том, что происходит, если жертвами или пострадавшими в подобном роде конфликтах становятся разные уязвимые или неполноправные группы людей, в частности, там, рабы, если кто ударит раба своего или служанку, и они умрут, то он должен быть наказан. здесь нет вот этой вот власти патер фамилияс, нету, здесь хозяин, если он убивает раба, становится преступником, ну пусть кара его будет не так велика, как в случае, если он убивает своего свободного соседа, но это все равно преступление, жизнь раба все равно принадлежит Богу, а не господину, что тоже очень важная фундаментальная идея здесь. И дальше, ну вот, а если день или два переживут, то есть не сразу помрут, то, ну ладно, его не надо наказывать, потому что это его серебро, они ему принадлежат, как вот купленное за серебро. таким образом, с одной стороны, вот идея власти над жизнью и раба тоже, о том, что эта власть принадлежит Богу, и здесь сформулировано, но такое впечатление, как будто сразу автор или тот, кто записывает эту традицию, делает оглядку на рабовладельцев и спешит ограничить этот принцип. Ну, мол, если просто побил даже сильно и еще они поживут пару дней, то ничего. Опять же, для современного человека, поскольку мы все выросли в культуре, основанной на Евангелии, где говорится в Нагорной проповеди сказано «Тебе не убивай, а я тебе говорю всякий гневающийся на брак подлежит суду». Мы видим преступление в агрессии, которое выражается в отношении другого человека, неважно кого, в убийстве, в побоях, в речи, хейт-спич, как это теперь называют, и так далее. Вот это результат двухтысячелетнего воздействия Евангелия на нас и нашу культуру. А для древнего человека дело обстоит по-другому. Теперь также дальше здесь мы видим правило о том, что будет, если ударят беременную женщину и будет выкидыш, карается денежным штрафом, который накладывает муж этой женщины, и он должен заплатить при посредниках. Посредники здесь, скорее всего, не столько для удостоверения факта, сколько речь идет о уплате через посредников, ну, потому, что если виновный в том, что он ударил беременную женщину и сделался выкидыш, придет к мужу этой женщины, то там с высокой вероятностью возникнет снова драка. Вот. Еще один имплицитный принцип внутри беременной женщины – жизнь, на которую не распространяется власть, ничья, кроме Бога и отца этого ребенка. и эта жизнь, она, конечно, еще не вполне полновесна, как жизнь свободного человека, которого нельзя убивать, но и невозможно уничтожить эту жизнь безнаказанно, даже по неосторожности. Ну, то есть, там, случайно, драка, бременная женщина бросается разнимать, ну, вот, представляете себе, происходит выкидыш. Это жизнь, которая защищается Богом. Ну, по крайней мере, представлять себе эту идею необходимо, в том числе и в наше время, где мы очень путаемся в показаниях в разговоре о жизни нерожденных младенцев. это проблема, в которой не только какого-то единства мнений, но и даже взаимопонимания современному человеку достичь очень трудно. Вот принцип, лежащий в основе закона, жизнь нерожденного младенца защищается Богом и его законом. Ну, с учетом там разных категорий, рабыня, нерабыня, прочее, прочее. Ну, и вот дальше в 23-24 стихах принцип формулируется, да, для того, чтобы избавиться от большого количества статей законодательства. если будет вред, то отдай душу за душу, то есть жизнь за жизнь, глаз за глаз, зуб за зуб, руку за руку, ногу за ногу, в общем, око за око, зуб за зуб. Здесь это выражение, которое стало крылатым. И снова современному читателю это не нравится, потому что мы считаем, что за такого рода вещи надо карать какими-нибудь лишениями, штрафом или там лишением свободы, но уж никак не равным увечьем. Там, да, вывел зуб, ну, сядь на 15 суток, а не так, чтобы тебе без обезболивания тот же зуб удалили. Ну, и, по-видимому, вправы те толкователи и исследователи, которые считают, что это место надо сравнивать не с нашим современным законодательством, а с обычаями полудиких варварских народов. с их кровной местью, с тем, что ты с человеком подрался и бланш ему поставил под глазом, а тебя за это выследили в темном переулке и убили, да, когда вот этот варварский принцип за всякое, за все расплатой будет смерть, причем не по божьему закону, а по гордыне мстящих, понимаете, вот соразмерность ущерба и компенсации, мы видели с вами, когда речь шла об убийстве, соразмерности ущерба убитому с казнью убийце, жизнь за жизнь, но этот принцип соразмерности закон распространяет и дальше, и, как и другие варианты древневосточного законодательства, именно что старается установить этот принцип соразмерности, ограничив варварство, ограничив дикость, ограничив вот это вот такую, возьмем в пример какой-нибудь исчезнувший народ, каких-нибудь скифов на конях со страшными мечами, проходившие мимо, путники назвали этого скифа балдой за то, что он там, ну, неважно за что, а он всю колонну вырезал своим дурацким мечом, вот это норма архаичного общества, и вот это то, что с точки зрения закона невозможно. Да, правильнее было бы сказать тебе нанесли какой-то ущерб, оскорбили, поругайся, скажи, больше так не делай и прости. Это не может понять человек того времени. Ну, вот, поэтому ему предлагается этот принцип «Ока за ока, зуб за зуб». он чрезвычайно нравственно прогрессивный для времени исхода, да и для времени второзакония на самом деле тоже. Как бы странно это не смотрелось в глазах современного читателя. И снова мы видим, что в случае, если рабу дали в глаз и повредили, или там зуб рабу выбили, какие-то там телесные повреждения. По-другому не так, как только что было сказано «Ока за око, зуб за зуб». Хозяину не выбьет глаз, если он выбил глаз рабу или зуб. Зато здесь говорится «Пусть отпустят их на волю за зуб». Пусть отпустят их на волю. На самом деле довольно небольшое повреждение телесное. Ну, конечно, больно, конечно, осложняет очень жизнь. Но кто из нас доживает до 50 лет со своими зубами? Понимаете? Вот отпусти их на волю. Рабство по сравнению с выраженной агрессией, с гневом, который человек выражает путем ударов в отношении раба своего, рабства и гораздо менее важное, чем укращение этой агрессии. Важный, действительно, замечательный принцип. Ну, и, наконец, еще тоже, как и в других древних законодательствах у Хумураби в частности, кстати, в «Русской правде», вот, всякой древней русской, древних русских судебниках, тоже мы наблюдаем ровно, в общем, то же самое, почти слово в слово, как у Хумураби и как и в Синайском законодательстве. Дальше через запятую идет разговор о том, что будет, если ты не сам кому-то нанесешь повреждения, а вол, вол или бык, в общем, какой-нибудь скот, мы говорили с вами о том, что различие между людьми и скотом не так велико для того времени, поэтому за действие скота хозяин должен нести ответственность. И это тоже важный очень принцип. Ты не имеешь права за эту ответственность себя снять. Ты не можешь сказать, я тут ни при чем, я в парикмахерской сидел, и что там мой бык на улице вытворял, знать не знаю, ведать не ведаю. Ты вместе со своим имуществом, которое в каком-то смысле продолжение, тебя, часть твоего дома, ты несешь ответственность за то, чтобы не причинять зла другим. Ни преднамеренного, ни непреднамеренного, в том числе и за скот. В том числе и за скот. Ты несешь за него ответственность. Все, из чего состоит твоя жизнь, не должно причинять вред ближнему твоему. Вот, собственно, идея, которая лежит в основе этих статей закона. идея вполне себе продолжающая основное откровение о том, что жизнь человека принадлежит Богу и только Богу. И никоим образом влиять на нее пагубно, агрессивно, причинять вред человеку никто не имеет права. Никто не имеет права. вот, поэтому здесь описано, сколько платить кого там, если вол забодает свободного мужчину или женщину, значит, сколько чего нужно. И говорится, если забодает мужчину или женщину до смерти, вола побить камнями. Побить камнями смерти, ну, точно так же, как, значит, вот, другому человеку. Но хозяин, здесь написано, хозяин не виноват, имеется в виду, хозяин не подлежит наказанию, но лишается вола. Он лишается вола, который довольно ценное имущество, и это само по себе есть некая форма штрафа. Теперь обратите внимание, но если вол был бодлив и вчера и третьего дня, и хозяин его знал об этом и не стерег его, то вола побить камнями, а хозяина предать смерти, у вас есть имущество опасное для жизни окружающих, вы в это имущество садитесь, его заводите и едете, и вы несете ответственность за жизнь тех, кому не посчастливится попасться на вашем пути. И здесь в нашем законодательстве действует ровно тот же самый принцип. Если ты знаешь, что это может быть опасно, то ты несешь полную ответственность до смерти за вред, который причинен другому, ближнему твоему. Полную ответственность. Вот это тоже очень важная вещь. Хуже всего, конечно, в этой ситуации дуракам, которым трудно продумать последствия своих действий и вред, который они могут причинить или не причинить другим. Гордецам, которые считают, что все должны под них подлаживаться, и они будут включать свою странную музычку в три часа ночи на весь подъезд. Это относительно безобидно на фоне того, что обсуждается здесь, но принцип тот же самый. Если ты понимаешь или хотя бы в состоянии понять, должен понимать, что это принесет вред окружающим, ты виноват. Ты виноват и несешь ответственность. Ну, вот так. Ну, в общем, это не очень нравится современному читателю, но от этого никуда не денешься. Принципы нашей социальной жизни построены именно на этом. Теперь еще одно обстоятельство, которое обращает на себя внимание, что вот этот самый вул, который забодал человека до смерти, осквернен, его нельзя есть. убийство. Нельзя его немедленно заколоть и наделать из него антрикотов, потому что он осквернил себя убийством. Тоже, в общем, довольно важное, хотя и побочное здесь замечание. Ну, и, наконец, вот дальше следующие несколько правил о том, что будет, если вред нанесен скоту. И тоже, тот же самый принцип ответственности. Выкопал яму и в нее попался чужой скот, значит, заплати. Вот, если там твой вол забодал вода, вола у соседа, ну, тоже неси за это ответственность. И вот тоже здесь повторяется идея о том, что если ты знал, что он бодлив, что это может быть опасным для имущества окружающих, ты тоже должен нести за это ответственность. Добавил субтитры,